Творческая студия Rolex Media представляет новый информационный проект, который будет крутиться в сетях ютуба, который называется, ну наше рабочее название, Смоленская прачечная. Тадам! Тадам! Да, ну нас вообще как бы изначально планировалось трое, три у бандуристов таких, да? Три мушкетера, три журналиста и... Но, 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 но так как иногда бывает в таком нашем раздолбайском журналистском коллективе один отказался, другой въехал, да? Поэтому сегодня нас в кадре будет двое, чуть попозже появится третий человек, а именно гость нашей студии. В двух словах мы... Почему мы вообще назвали Смоленская прачечная? Ну, во-первых, наша передача обязательно должна привязываться к произошедшим событиям в нашей любимой и дорогой Смоленской области. На днях губернатор Смоленской области Алексей Островский объявил о начале масштабного проекта. Как всегда, общероссийский масштаб у нас будет самая крупная в России прачечная. Мы не могли, мы не могли остаться в стороне от таких громких проектов, и я предлагаю тоже заняться отбеливанием, чисткой, перемыванием косточек, перемыванием... Да, но в случае чего мы можем, в принципе, спинерные отмыть. Если будет в этом необходимость, мы кого-нибудь еще... В рамках? В рамках Законного Уголовного полица Российской Федерации. Да, ну, значит, у нас сейчас пилотный проект, поэтому вы многого от нас не ждите. Мы будем шлифовать, потом у нас появятся всякие модные отбивки, прибивки, джиглы... Да, и символ нашей передачи на сегодня это простая стиражка за 8 рублей. Отлично. Кохино. Саш, ну вот, если оглядываться на прошлую неделю, что бы ты, какое событие выделил... Ну... Тебе запомнилось, что? Меня удручает то, что над нашим любимым губернатором начали смеяться. В социальных сетях... Он же серьезный парень-то. Да, он... Нет, это профессиональный человек, который уже пять лет работает в своей должности, и вдруг над ним... Ну, это уже давно, конечно, происходит так, если честно. Посмеивается. Посмеивается. Но тут вдруг ни с того ни с сего начали смеяться даже в прогубернаторских СМИ опубликована пьеска, в которой, так сказать, в таких гоголевских персонажах выведены некоторые смоленские чиновники. И над ними, над всеми витает образ незабвенного Чичикова. Если вы помните, это был такой очень смышленный, образованный, деликатный человек, по слогу, кстати, очень похожий на нашего... Ты не углубляйся в филологию, дружище. Губернатора? Не углубляйся. Ты филолог... Но меня беспокоит одно. Почему в наших социальных сетях, в наших СМИ смеются над нашим губернатором? Ну а чего над ним смеются? Мне, например, не до смеха. Вы знаете, я сегодня смотрел рейтинг регионов Российской Федерации, ЦФО, и по всем социально-экономическим показателям Смоленская область оказалась самой последней. То есть, как говорится, со дна постучали. То есть, мы находимся на дне. И это дно артикулирует ни Смоленская народная газета, ни главный региональный, ни партия Справедливая Россия, ни какие-то темные силы. Об этом дне говорят федеральные эксперты. Светлые силы. Да, они говорят, что все, ребята, вот вы в самом дне. То есть, уже ниже просто некуда. Понимаете? Вот, 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 а что здесь снова-то? Послушай, ну, я понимаю... Я просто начинаю нервничать. Вы извините меня, вот когда мне говорят, что мы находимся на самом дне, но когда при этом... Ты не нервничай. Мои коллеги говорят, что нет, у нас все хорошо, и у нас устойчивый губернатор еще будет сто лет старствовать. Блин, мне страшно становится. Ты не нервничай. Я серьезно говорю. Мы нервы успокоим, но чуть-чуть позже. А сейчас все-таки давай мы вернемся к нашей прикладной проблеме. В чем она заключается? Все-таки, когда губернатор встречается с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе в нашем замечательном городе Десногорске. И начинает говорить вот свои речи и свои речи, мне уже смешно. Почему? Губернатор говорит, мы на сто процентов выполнили задачу, которую перед нами поставил наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин. Все, дальше непонятно, какую задачу перед нашим дорогим губернатором поставил наш президент. Встречался с губернатором, губернатор всегда подходит. У него походка очень похожа на походку, как минимум, на президентскую. Президентскую, да. То есть вот он так идет на встречу, и он всегда вас так приветствует. Очень уважительно. Даже если вы только-только вылезли из помойки. То есть он всегда очень почтительен и уважительен своим собеседникам. Но при этом складывается такое впечатление ненастоящего. Несоответствие того, что он из себя представляет и того, что он говорит. Ты знаешь, вот свежая статья на главном региональном, которая так и называется. Почему смоляне смеются над Алексеем Островским? Статья вызвала определенный резонанс в социальных сетях. И действительно, часть людей, как и ты, говорят, что уже не до смеха. А часть людей говорят, ну, чего над убогим. На этой позитивной ноте я бы хотел еще перейти к другому важному событию. Но оно тоже касается власти. Просто чтобы было понятно. Наша передача не ставит перед собой целью песочить Островского или кого бы то ни было. Просто здесь объективно на прошлой неделе Островский был главным ньюсмейкером. Он собрал огромную пресс-конференцию, куда съехалась куча журналистов. И говорил некоторые вещи, но оттоптаться по которым просто святое дело. Но второй ньюсмейкер – это господин Саваренко, который стал главой города Смоленска. Саша, как тебе новый глава? Я считаю, что из всех представленных кандидатов – это самый лучший кандидат. Во-первых, у него есть опыт муниципальной службы. Конечно, он не совершил муниципальных подвигов, но он самый опытный из всех представленных. Во-вторых, это очень обходительный человек. Он в этом смысле похож на нашего губернатора. В хорошем смысле этого слова. Ну и в-третьих, я думаю, как один обходительный человек с другим обходительным человеком, они, конечно, нашли общий язык. На мой взгляд, для нового мэра – это возможность в новую жизнь. Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, у Владимира Саваренко достаточно неблагодарная роль. Дело в том, что опыт последних 10-15 лет города Смоленска говорит о том, что не было в Смоленске ни одного мэра, который бы успешно отцарствовал, и после ушел и под аплодисменты горожан какой-то замечательный мэр. Но если не считать Халецкого, на которого просто не было заведено уголовных дел. Ну, Халецкий ушел, я с тобой не соглашусь, все-таки с большим скандалом. Ну, да, я сейчас немножко не о Халецком. То есть, понимаете, вот человек на протяжении 20 лет, Володя Саваренко, он делал карьеру. Начиная от, так сказать, Ельнинского какого-то клерка, и вот сегодня такой венец его карьеры – это глава города Смоленска. Ну, такие люди нам нужны, он поднялся с... Саш, я вот только об одном хочу сказать. Возможно, я ничего не хочу сказать о Саваренко как главе города, но мы достаточно подробно описывали ту деятельность, которую он руководил в последнее время, а именно выборы. Понятное дело, что не заведено уголовных дел и, скорее всего, заведено не будет. Поэтому то, что я скажу в последующем – это не утверждение, это моя гипотеза. А ты хочешь, чтобы на его достижения были заведены уголовные делы? Вот я сейчас закончу мысль. Да, это не гипотеза, это мое убеждение. Да, мое убеждение, что Саваренко занимался фальсификацией выборов. Понимаешь, но с другой стороны, я считаю, что он как-то совершенно прав. Да, Саваренко из той группы кандидатов, которые были выставлены на эту должность, он был самым опытным и самым серьезным. Меня интересует в этой связи вопрос, что ты считаешь в данной ситуации более серьезной на чаше весов? То, что он является фальсификатором и все-таки он винтик системы, он не самостоятельный человек. Это человек, который может пойти на абсолютно любую, в том числе и подлость, которая ему будет списана сверху. Это с одной стороны на одной чаше весов, но с другой стороны он достаточно опытный функционер управления. С твоей точки зрения, что все-таки важнее? Но не будем впадать в крайности. С моей точки зрения, Владимир Саваренко не совершал никаких преступлений. Почему? Потому что о преступлении мы можем говорить только имея на руках... А я же не говорю, что это мое убеждение. Если так все-таки попытаться разобраться, он чем-то от Алашеева будет отличаться? Конечно. Или это будет начальник департамента Смоленской области по городу Смоленску? Я считаю, что наш новый мэр, пройдя через все жизненные испытания, будет белым и пушистым. И даже наша смоленская ЖКХ и даже Квадро и все теплоэнергетические проблемы не оставят ни пятнышка на его безупречной репутации мэра города Смоленска. Ты уже заключил контракт с городской области? Нет, я считаю... Контракты еще не разыгрались, по-моему. Они где-то в следующем году только, нет? Не знаю, но все равно семерка пик мне уже выпала. Не волнуйтесь. Мне кажется, ты уже где-то под контрактом. Нет, я считаю, что для нашего нового мэра это старт в большое будущее. И он обязательно сделает и сам хорошую карьеру и вытащит прицепом и наш многострадальный город. Саша, ну вот пока, как показывает опыт, не для одного, так сказать, занимающего пост мэра Смоленска эта карьера не оказалась стартовой. Для всех она оказалась финишной. Ну, кишка слаба была. Мы видим нового тяжеловеса, который прошел огонь, воду и медные трубы. Ну, вот поработай председателем областной избирательной комиссии и ты поймешь, что значит пройти испытания медными трубами. А то, что мэр помогал Единой России, Единая Россия теперь ему должна. Она ему будет помогать в городских делах. Она уже должок отдал, я думаю. Ты думаешь? Так, ну и коль уж мы заговорили о губернаторе его недавней пресс-конференции, так сказать, вот это да, из тем, связанных с бутилированной водой. И мы просто не могли не пригласить в нашу студию, а точнее просто поймать за рука в коридоре и посадить сюда за кресло человека, который несколько лет назад занимался этой темой и готов нам подробно обо всем рассказать. Это бывший депутат Смоленского городского совета, а ныне обычный предприниматель Илья Лазаренков. Илья, ну ты на прошлой неделе, ну точнее на уходящей неделе опять появился на политической авансцене совершенно неожиданно для себя, вот с этой историей о бутилированной воде, которую ты весь язык обил где-то два с половиной года назад. И вот эта тема снова стала актуальной, как тебе вообще впечатление от того? Я перебью тебя, у нас же можно перебивать? Да, можно. Не просто ты появился, а тебя смоленский губернатор Алексей Островский снова вернул на... Внёс. Практически внёс. Внёс повестку в текущую. Да, да, да. Да, так получилось. Если честно, в последнее время я уже немного даже подостыл, потому что понимаю, что эта повестка на самом деле интересует не очень большое количество людей. И после того, как я понял, что смоляне готовы наверно терпеть всё что угодно, мне интерес пропал. Но вот очередной пассаж нашего губернатора, он вызвал у меня бурю, честно говоря, эмоций и негодований. Я не смог в очередной раз смолчать, потому что... Пассаж, это ты имеешь в виду то, что он вдруг внезапно перехватил у тебя как бы информационную повестку и стал, так сказать, борцом за дешёвую бутилированную воду. Да не совсем ничего он не перехватывал. У меня такое ощущение, что вот у него горят пятки. Такое ощущение, что он знает уже, скажем так, официально то, что не знают другие люди. И пытается себе, да не то что там соломку подстелить, а уже хоть как-то там себя прикрыть. Потому что такие заявления, что мне стало известно из достоверных источников. Я понимаю, что я для Островского не мог быть достоверным источником, но при этом ну хотя бы проверь. Ведь когда-то три года назад я уже достаточно жестко высказывался в адрес губернатора. Я могу, собственно, повторить то же самое, что для меня на самом деле без разницы. Знал об этом губернатор или не знал? Вот это вообще абсолютно не принципиально. В любом случае это как минимум не профессионально, в другом случае это преступно. Вот с точки зрения его должности не имеет никакого значения. Он не соответствует, он профнепригоден в любом случае. Что касается меня, моя личная позиция, конечно, губернатор знал. Он прекрасно все это знал. Но просто сейчас, видимо, наступил какой-то момент, когда он понял, что ему выгоднее, есть такое не очень хорошее выражение, переобуться. Вот сейчас ему это выгодно. Почему? Наверное, может быть у нас сейчас будет такой же сценарий, как с Новиковой. Когда он начал рассказывать, что вот как ужасно, какие ужасные вещи творились, поэтому мы ее уволили. Но только до этого она работала спокойно, скажем так, в одном из самых крупных департаментов. Возглавляла один из самых крупных и ответственных департаментов. В итоге мы что получили? Уголовное дело. Закончится уже вопрос второй, то есть мы понимаем, что можно это спустить на тормоза. Сейчас мы видим похожую ситуацию. Я не удивлюсь, что через какое-то время губернатор разведет руками и скажет, ааа, у Лошева поддельная трудовая книжка. Что, тоже скажут, что не знал? Тоже скажут, что не знал? А кто будет виноват, если выяснится, если губернатор вдруг выяснит, что у бывшего градоначальника Смоленска поддельная трудовая книжка? Так нет, он скажет, что все эти годы он выявлял этот факт. Просто до этого никто не мог нормально сформулировать, а он это смог сделать. Скорее всего это будет так. Просто интересен твой ответ на один очень конкретный вопрос. А кто будет виноват, кто назначал Николая Алашеева? Губернатор? Нет, депутаты, конечно. Депутаты. Конечно, депутаты. Ну, то есть губернатор чист? Абсолютно, да. И он более того... Но он может честно сказать, что он этого не знал? Конечно, не знал. Нет, он скажет, что если бы мне дали то, что там партия «Справедливая Россия» в лице Лазаренкова, что-то там рассказывали. Но это же было все неубедительно, они не профессионалы. Как он сказал про золотые апельсины. Но что касается трудовой книжки, здесь он не может сказать, что я не знал. Нет, наш губернатор может... Нет, вот наш губернатор может... Но дело в том, что он официально эту позицию в средствах массовой информации заявлял, о том, что Алашеев – это чистый человек. Это Лошин скажет, что если мы будем ссылаться на наши средства массовой информации, у Астровского есть хорошие козы. Если мы будем верить СМИ, которые находятся на кормлении губернатора, тогда наш губернатор точно не знает русских классиков даже. У него же Николай Васильевич Гоголев, если верить нашим СМИ, например, то, что написали его ближайшие. Поэтому он все спишет на средства массовой информации. Ну, видите, какие бездари. Вот работаю с дураками. Но все-таки, Илья, ты сейчас вне политики. Как ты себя чувствуешь? По сути, ты не являешься публичным политиком. Я не являюсь публичным политиком, но я не могу быть вне политики. Ну, понятно, ты не вне политики, но ты не являешься публичным политиком. Ты себя стал комфортнее чувствовать? Или все-таки не хватает? Хочешь опять мандатик депутатский какой-то заполучить? Ну, что бы я сейчас не сказал, все равно мне не поверят. Но кроме того, что я скажу, что я очень хочу быть депутатом. Вы знаете, я не хочу быть депутатом. Ну, не хочу. И с большой долей верты, скорее всего, не буду. Потому что я думаю, что в ближайшее время, когда я бы, наверное, мог им захотеть, это лет через 15-20. К тому времени уже, наверное, у меня будут другие интересы. И чтобы просто подвести уже... Нет, подожди. Мы подведем чуть попозже итог. У нас 15 минут. Мы же все вырежем. Лазарет кого сложно вырезать. Он всегда говорит. Он крупный. Мы и губернатора вырежем, если надо быть. Вопрощаемся. Илья, может быть дело в чем? Что мы не можем оценить в полной мере чувство юмора нашего замечательного губернатора. Он шутит со смолянами, шутит с депутатами, с городскими. А люди никак не могут понять глубины его... Где он шутит, а где он серьезен. Глубины его юмора, да. Где он серьезен, где он троллит. Вот он, ты сказал, вот он отпустил Алашеева к семье. И тут же, через неделю после того, как отпустил, говорит... А не привлечь ли нам? Возможно, в перспективе. Мы, конечно, если бы у нас с вами была передача «Вечерний Ургант» или... Нас лучше. Да, «Прожектор Пэрис Хилтон», мы могли, конечно, дальше пытаться в таком формате вести. Но, конечно, никаких шуток здесь речи не идет. Здесь идет речь в обыкновенном издевательстве. Все прекрасно понимают, что Алашеев не был отпущен к семье. И сейчас принимается решение, будет ли дан ход тем делам, которые есть или нет. Но, видимо, настолько все прижало, что, скорее всего, можно вот по этим заявлениям сделать... Что будет. Что-то готовится. Я еще раз говорю, что следующее будет? Да, ну, я уверен, что закупки в детские сады, к сожалению, уже нельзя будет их поднять, потому что многое, все-таки, с тех пор воды утекло. Кстати, дорогой воды тоже. Но ведь вода у нас уже появилась. Я не удивлюсь, если трудовая книжка всплывет. Вот честно говорю, я не удивлюсь это. И вот что потом он будет говорить? На этой позитивной ноте я предлагаю с нашим спикером откланяться. Илья! Мне очень понравился формат этой передачи.